МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошла и в марту еще идет горячая линия как раз по этому актуальному вопросу. Много звонков и с чем люди к вам обращаются за помощью? Да, спасибо. Действительно, горячая линия проходила, поступало довольно-таки весомое количество звонков. Каждый день люди звонили, обращались по вопросам неполной или несвоевременной выплаты заработной платы. По каждому случаю, естественно, организованы соответствующие проверки в целях установления обстоятельств, установления факта, действительно ли имелись нарушения закона или таких нарушений закона не имелись. Органы прокуратуры в данной части пользуются... Люди пользуются довериями к прокуратуре, то есть в этом вопросе. Но также, помимо того, что можно обратиться в прокуратуру... Да, помимо прокуратуры куда-то еще. Да, помимо прокуратуры, естественно, есть Государственная инспекция труда в Тверской области, которая занимается непосредственно надзором, контролем в сфере трудовых прав граждан, это в том числе и оплата труда. Поэтому вот мы с этим органом работаем, скажем так, в постоянном взаимодействии по направлению оплаты труда. Сейчас мы в России переживаем не лучшие экономические времена, а применены против России жесткие экономические санкции. Что ожидать в этой ситуации? У нас же много на территории Верхневожья предприятий, владельцы которых иностранцы. Да, слушайте, что касается иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории Тверской области, либо организаций, которые имеют долю в уставном капитале иностранных государств, либо же, может быть, чья деятельность непосредственно связана с деятельностью иностранных государств. Вот в нынешней обстановке, что, как говорится, эта ситуация очень сложно предсказуема, потому что это зависит от внешнеэкономических, внешнеполитических факторов. Но, тем не менее, можно предвидеть. Да, но при этом в органах прокуратуры сейчас проводится колоссальная работа, направленная на проведение постоянного мониторинга, анализа ситуации. То есть все эти организации, которые у нас на территории Тверской области, они известны. С многими из них уже непосредственно прокуратурой области были проведены встречи с руководителями. И хочется уделить внимание тому, что позиция органов прокуратуры ни в коем случае не связана с каким-то негативным отношением к иностранным государствам. То есть сейчас даже у нас мораторий как бы на проверке. Поэтому при общении с руководителями им разъясняется, что вот мы только рады помочь. Вот продолжайте, работайте, не прекращайте свою деятельность, потому что это рабочие места. Наши граждане у вас работают, это обеспеченная занятость населения. Это выгодно и нам, и вам. Но при этом, пользуясь полномочиями, предоставленными федеральным законом о прокуратуре, объявляются предостережения. То есть это акт прокурорского реагирования, который направлен на превентивное воздействие. То есть не когда уже нарушение было совершено, когда уже были права нарушены, их надо восстанавливать. А когда мы только предвидим то, что они могут быть нарушены, могут быть сокращения, а значит могут быть нарушения при сокращениях, может быть невыплата заработной платы, значит мы должны реагировать на будущее. И мы предостерегаем этих работодателей, как бы говоря о том, что никаких мы к вам репрессий пока и негативных отношений не имеем, но за своих мы будем стоять. Будем стоять, своих мы не предадим. Мы же веценциализм России, да, соблюдайте законы России. Да, наши законы должны быть соблюдены на территории нашей страны. Когда человеку, Игорь Анатольевич, нужно бить тревогу, что что-то не так? Когда звонить на горячую линию или обращаться в прокуратуру, когда вот не получил заработную плату? Допустим, он не получил аванс, но думаю, ну, зарплату-то я все получу. Ну, смотрите, тут, что касается нарушений закона, за который предусмотрена административная ответственность, это вот установлено на заработную плату. Ну, к примеру, аванс 15-го числа, заработная плата 30-го, ну, в какой-то организации, или там 10-е, 20-е, неважно. Вот 10-го человека ждет аванс или зарплату и не получает ее в этот день, то это уже нарушение закона. За это уже предусмотрена административная ответственность. Поэтому, если гражданин не получил, он уже вправе обратиться. И вообще, это даже его, можно сказать, гражданская обязанность, потому что он не получил, наверняка его коллеги не получили, значит, какие-то проблемы. А какие проблемы уже, причина невыплаты. И вот от этого будет зависеть, как скоро будут приняты необходимые меры для того, чтобы ситуацию взять под контроль. То есть, нужно подключать здесь органы государственной власти, органы прокуратуры, для того, чтобы мы эту ситуацию не упустили из виду. Поэтому телезрителям хочется сказать о том, что, если не выплачивается, чем раньше, тем лучше. Сразу же. И нужно предупредить работодателей, да, здесь, что одну административную ответственность сделать-то может не ограничиться. Да, конечно. Это ведь уголовная ответственность. Тут, если мы берем состав преступления, да, предусмотренного статьей 145 прим. 1 Уголовного кодекса СССР, то если работодатели не выплачивают в полном объеме заработную плату в течение двух месяцев, либо в течение трех месяцев, но частично, при этом в ходе проверок устанавливается, что причина невыплаты была личная или иная заинтересованность такого работодателя, то за это предусмотрена уголовная ответственность, которая у нас варьируется от до пяти лет лишения свободы, то есть преступления средней тяжести. Вы выходите на проверку по каждому сообщению, по каждому тревожному звонку, да, и досконально изучаете, вот, коль вы сказали, да, изучаются все документы, которые потом могут предоказать. Проверяются все доводы, конечно. Вот если у нас заявитель обращается, пишет нам письменно или говорит о том, что вот, мне не выплачены зарплаты за январь 2020-2021 года. Естественно, то есть, может быть, здесь нет необходимости проверять там все, но учитывая, что это довольно-таки первостепенное направление деятельности, вот, как он сказал, в январе не выплачено, мы проверим, что выплатили ли ему в январе, и если там все выплачено, мы и остальные месяцы тоже посмотрим. Для чего? Для того, чтобы, ну, направление для нас серьезное очень, и раз уж мы проверяем по обращению, да, может быть, доводы в этой части не подтвердились, ну, нужно посмотреть и другие, так скажем, вдруг другому работнику на этом предприятии не заплатили. Ну, да, да, да. Ну, кстати, уголовная ответственность та же самая, это же не самоцель, если человек заплатил, главное, чтобы зарплату выплатили. Вот тут законодатель, да, в уголовном кодексе, введя вот это вот примечание к статье о том, что лицо может быть освобождено от уголовной ответственности в случае, если в течение двух месяцев после возбуждения уголовного дела полностью оплатил труд, ну, то есть выплатил задолженность по зарплате, и также нужно иметь в виду не только задолженность, но и компенсацию, потому что за невыплату заработной платы в срок предусмотрена, да, определенная компенсация. Вот если работодатель это делает, то он освобождается от уголовной ответственности, может быть освобожден от уголовной ответственности. То есть для чего эта норма вообще введена? Для того, чтобы, как бы, законодатель дает понять, да, вы недобросовестный, плохой, вот нам очень хочется вас наказать, но гораздо важнее для нас, чтобы права работников были восстановлены, это гораздо важнее. Именно поэтому эта норма и введена. И я хочу сказать телезрителям, что и такая работа приносит результат, если взять результат работы за 2021 год. На 80 с чем-то миллионов рублей была сокращена такая задолженность, благодаря сотрудникам прокуратуры. Да, мерами прокурорского реагирования в 2021 году порядка более 80 миллионов рублей задолженности по заработной плате было погашено. Это значит, что есть смысл обращаться. Ваши пожелания жителям региона? Мои пожелания жителям региона быть бдительными, не бояться обращаться в органы прокуратуры, самому также внимательно следить за соблюдением ваших трудовых прав, за належащим оформлением трудовых договоров предоустройства и по каждому нарушению обращаться в Государственную инспекцию труда, в органы прокуратуры Российской Федерации, Тверской области, чтобы были проведены соответствующие проверки. Спасибо огромное вам за разъяснение по очень важному вопросу. А вам, уважаемые друзья, напоминаю, что никакие чрезвычайные ситуации, бедствия или угрозы не должны влиять на выплату заработной платы. Получение заработной платы – это ваше право, так как право работодателя выплачивать вовремя и своевременно, и в полном объеме эту заработную плату. Будьте здоровы, благополучно переживайте тяжелые времена, все будет хорошо. До свидания.